10.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. 10.00 столица Казахстана. 1414 человек. Итого по республике вирус победили больше 46 тысяч пациентов. Умерли, к сожалению, 610 казахстанцев. Стабилизационный фонд Паладарской области принял первую партию лекарств. Больше 69 тысяч упаковок, антибиотиков, жаропонижающих и противовирусных препаратов. А также 500 тысяч медицинских масок привезли из Алматы. Медикаменты уже отгрузили на склады и в ближайшее время их распределят между аптеками. Отмечу, что ранее социально-предпринимательская корпорация Паладар и одна из крупных отечественных фармацевтических компаний заключили договор, согласно которому аптеки региона на постоянной основе будут дополнительно снабжаться необходимыми лекарствами. Для этого фармкомпания получила оборотный заем в размере 220 миллионов тенгер. На данный момент по аптекам с управлением притомности и торговли с ассоциацией аптек заключен меморандум двухсторонний. По ним сейчас мы работу ведем. Будем сейчас рассматривать по всем нашим районным аптекам и по городам. Сейчас на данный момент более 150 аптек у нас будем обеспечивать. И вот что вы увидите далее в нашем выпуске. Последствия туристического локдауна. Только в Акмолинской области бюджет недополучил налоги на 800 миллионов тенге от туристического сектора. В два раза сократится объем строительства в Казахстане, запланированный на 2020 год. Парикмахерская на улице или как власти Калифорнии помогают предпринимателям оставаться на плаву в условиях карантина? Обо всем по порядку прямо сейчас. Налоги на 800 миллионов тенге недополучил бюджет Акмолинской области. Средства должны были поступить от туристического бизнеса. Владельцы местных отелей и зон отдыха понесли миллионные убытки. Месяц назад ограничения с объектов туризма сняли, но, как оказалось, ненадолго. 24 июля карантин в регионе снова планируется усилить. Предприниматели опасаются, что не смогут компенсировать расходы. По итогам первого квартала текущего года наблюдается отрицательная динамика и тренды по основным показателям в сфере туризма. Так вот, количество мест размещения в регионе за первый квартал текущего года составило 298 единиц. Снижение на 21% соответствующему периоду прошлого года. Также количество обслуженных посетителей местами размещения снизилось более на 16%. Между тем, второй месяц в Баянауле закрыты все туристские базы. На беспрецедентные меры местные власти пошли из-за карантина и категорически запретили прием гостей. Некоторые владельцы домов отдыха, привыкшие получать миллионные доходы, при минимуме вложения в развитие сервиса первоначально даже хотели саботировать действия Акимата и начали рассылать повсюду жалобы. Иные же отнеслись с пониманием и, воспользовавшись ситуацией, принялись за обновление своих баз отдыха. Я считаю, что эту заразу мы все вместе победим. И если в этом году получилось то, что получилось, на будущий год мы уже сможем работать в полной нагрузке и давать жителям отдых на хорошем европейском уровне. То, что сейчас у нас нет гостей, мы это все используем для того, чтобы максимально по строительным делам, по отделочным работам. В части природы тоже есть определенный плюс. К нам на наш пляж начала приплывать семья уток с детьми. Мы их кормим. Тоже хорошо. В прошлом году такого не было. Бизнесмен из Экибастуза Константин Вальтер всю жизнь работал горняком на угольном разрезе. А позже создал свою инженерную компанию. А последние пять лет он активно вкладывает средства на создание в Баянауле современной туристской базы. Объем прямых инвестиций уже превысил 2 миллиарда тенге. Европейский сервис приходит и в сферу общепита. За время карантина в Экибастузе появился современный прибрежный ресторан. Его шеф-повара имеют опыт работы в Лондоне, Москве, Хельсинки и других крупных европейских городах. Сейчас бизнесмены ждут наступления августа. Они надеются, что в последний месяц лета Акимат снимет запрет на прием гостей. И они смогут покрыть хоть какую-то часть своих убытков. У нас будет кухня итальянская средиземноморская. Она будет отличаться тем, что здесь будет часть продуктов завозиться именно с Италии. То, что не найдешь на наших казахстанских рынках, будет завозиться для пиццы итальянские, дрожжи итальянская, мука. У нас на рынке этого не найдешь. Это все будет готовиться на открытой кухне. Сервис здесь будет приятный, доступный. Он будет людям показывать. Действительно, даст почувствовать вкус Европы. И вот этот вот сервис Европы будет все культурно, цивильно. И люди наслаждаться будут отдыхом. Не просто посидеть там, покушать и убежать. Нет, они будут получать именно душевное наслаждение. А на побережье озера Алаколь на 50% снизилось количество отдыхающих в Алматинской области. До сегодняшнего дня жемчужина ЖТСУ приняла более 200 тысяч туристов. Это в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Резкий спад туристского потока специалисты связывают с пандемией. Отмечу, на побережье озера оборудовано более 200 тысяч туристов. С начала этого года Алматинская область посетили порядка 420 тысяч отдыхающих по плану до конца этого же года. Этот показатель планируют увеличить до 2 миллионов 400 тысяч человек. У нас ожидается по оптимистичным прогнозам 1,4 миллиона туристов. Но мы, исходя из сегодняшней ситуации, миллион рассчитываем принять туристов. Касым Жамар Тукаев высказал свое возмущение по поводу ущерба, нанесенного озеру Кобейтус в Акмолинской области. Об этом глава государства написал на своей странице в Твиттер. Цитирую. Продолжается повальная бескультурья граждан в местах отдыха на природе. Справедливое возмущение вызвал фактически необратимый урон, нанесенный нашими соотечественниками уникальному розовому озеру Кобейтус. Эти негативные факты вновь обнажили проблему экологического просвещения подрастающего поколения. Министерство образования, экологии, информации должны рассматривать эту задачу как приоритетную, говорится в сообщении. Из шумного мегаполиса к подножьям Белухи 64-летний казахстанец Андрей Пилипенко из Алматы перебрался на Алтай, на востоке республики. И даже остался там на зимовку в горном одиночестве. В Катон-Харагае мужчина обрел настоящий дом в единении с природой и теперь ждет к себе гостей. Он намерен развивать эко-этно-туризм в регионе и обучать отдыхающих ремеслам древнего Алтая. На экскурсию в прошлое этого необычного места отправилась и моя коллега Аннеля Синбердина. Думаю, что это заготовка для подсвечника. Вот сюда вот и станет свеча. Андрей Пилипенко художник, скульптор, ремесленник. Собирает на реках Алтая вот такие поплавки, корни и ветки деревьев, годами отшлифованные водой до идеала. И превращает их в произведения искусства. Рассказывает за целую зиму в одиночку, научился ценить прекрасное. В доме у него целая коллекция необычных изделий. А это березовая кора получается, кожа и чей-мех. Мех оленя. Мастер умеет видеть красоту даже в обычном полене. И теперь начал изготавливать деревянные куклы-панки. Самый важный инструмент для создания – это топор, конечно. Эти куклы еще называют вотницкие. Сначала их эскизы появляются на бумаге. Но на деле они потом все равно обретают свой собственный характер, делится Андрей. Так из-под его топора выходят образы как древней богини Алтая. Умай, так и знакомых женщин из села по соседству. Это вот в урале есть вот такая женщина, ее зовут Ирэна. Людям интересно видеть свое воплощение в куклах, рассказывает художник. Он поставил перед собой задачу восстановить древнее деревянное искусство Алтая. Еще и научить ремеслу других людей. Поэтому с женой они придумали свою концепцию этно-туристического лагеря. Правда, из-за карантина супруга Андрея пока все еще не смогла приехать в Катон-Карагай. Мы сначала сюда ездили как туристы, а потом нам в какой-то момент предложили землю, появились какие-то деньги, мы начали это все осваивать. И сразу появился формат, это вот этно-эко-туризм, и плюс еще я делаю мастер-классы по арт-терапии и хэдмейду. Так недалеко от подножия Белухи появилась усадьба. Назвали ее, по примеру, у Льва Толстого Ясной Поляной. И даже портрет писателя на мешке из-под картошки теперь украшает входную дверь в главный дом. Это Лев Николаевич Толстой, он теперь наконец-то в Ясной Поляне. Необычная усадьба и тем, что мастер построил здесь гостевые дома, как у древних алтайцев, остроконечные аилы. Внутри лежаки, светильники в этно-стиле. Все сделано руками Андрея. Этно-туризм дает возможность посетителям не просто пожить в домах-аилах, но и почувствовать себя настоящими обитателями этих земель, древними шаманами-целителями и колдунами. Образ продуман до мелочей. К примеру, есть не только посох, но и шапка с рогами, которая защищала, поверим, своего владельца от нечистой силы. Попадая сюда, и в самом деле гости ощущают себя как в прошлом. Даже поводу можно сходить с горомысла. Набираем и попробуем сейчас воспользоваться коромыслом, как в древности. Как этим пользоваться? Какое-то плечо. Да, вот пусть будет это плечо. Так, правильно. Руку как держать, вы сказали? Сейчас вас впереди. Вот так, да? А, вот. Одной рукой здесь, другой здесь. А, другой здесь. Очень важно соблюдать баланс, да? Плавной походкой, медленно. Плавной походкой? Попробуем. Я думаю, вода, принесенная таким образом, гораздо вкуснее, чем из-под крана. Так Андрей Пилипенко готов предложить туристам настоящий отдых вдали от цивилизации. У самых подножий величественной вершины Алтая – Белухи. Настало время ценить простые радости и красоту родной природы, считает мастер. Анна Рисенбертина, Дмитрий Пыхтин, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24. Дефицита сахара в Казахстане нет. Но по урожаю сахарной свеклы в этом году прогнозы неутешительные. К нам присоединяется моя коллега Камила Тастанбекова. Она разбиралась в этой ситуации. Спасибо, Арстан. И это несмотря на то, что фермеры, наоборот, ожидали урожай выше прошлого года. Фермеры Алматинской области, которые выращивают сахарную свеклу, испытывают дефицит воды для полива урожая. Водохранилища региона заполнены только наполовину. По этой причине в этом году Казахстан может получить меньше запланированного урожая. Такие опасения высказывают в Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности. По словам ее президента Айжан Наурсгалиевой, этот вопрос находится в ведении местных исполнительных органов. О необходимости восстановления и модернизации региона говорилось уже не раз. Айжан Наурсгалиева подчеркивает, что аграриям нужна помощь по внедрению технологий капельного рожения, а в случае с сахарной свеклой – дождевального. Отмечу, что посевные площади по стране в этом году увеличились с 15 тысяч гектар до 19. Поэтому и фермеры и ожидали наоборот прироста. Лето – сезон заготовки компотов и варенья, поэтому хочу немного пройтись по ценам на сахар. Это точно будет зависеть от урожая этого года. Пока же средний ценник на сахар – 204 тенге за килограмм в Казахстане. Самая низкая стоимость в Кустанайской области – 180 тенге, а самая высокая – в Алматы – 221 тенге. Такие данные приводит Ассоциация сахарной пищевой и перерабатывающей промышленности Казахстана. Мы же провели свой обзор. Ценники с регионов отправили наши собственные корреспонденты. Действительно дороже всего сахара продают в Алматы. Только у нас вышел ценник в 240 тенге. Жители Петропавловска покупают его немного дешевле. А также Павлодара. В Уральске этот сладкий продукт стоит 210 тенге. И, наконец, самые низкие ценники в Кустанае. А еще в Актау. Добавлю, что сейчас ситуация на рынке сахара стабильная. Ажиотажа, который был в начале карантина, нет. Теперь предлагаю перейти к другим темам. Запланированный на этот год объем строительства выполнить не удастся. В Казахстане по итогам 2020-го должны были сдать почти 15 миллионов квадратных метров. Они включают в себя объекты по госпрограммам, коммерческие и частные застройки. По словам председателя Союза строителей Казахстана Талгата Ергалиева, объем сократится вдвое. Ожидается, что компании смогут сдать в эксплуатацию только порядка 7-8 миллионов квадратных метров. Отмечу, что в Казахстане реализуют 33 проекта в стройиндустрии на сумму, превышающую 167 миллиардов тенге. И о событиях в мире. Японские власти решили снизить экономическую зависимость от Китая. Правительство планирует выплатить субсидии некоторым местным компаниям, чтобы они отказались от рынка. От рынка Поднебесной перенесли свои производства на родину или в страны Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Bloomberg. 57 компаний получат больше 500 миллионов долларов. Еще 30 фирмам дадут деньги на инвестиции во Вьетнам, Мьянму и Таиланд. Напомню, что Китай является крупнейшим торговым партнером Японии, но вспышка коронавируса нанесла ущерб экономическим связям. Также отношения подорвали территориальные споры вокруг островов и газовых месторождений в Восточно-Китайском море. Цена на нефть марки Brent превысила 44 доллара за баррель. Впервые с марта стоимость сентябрьского фьючерса на лондонской бирже выросла на 1,85%. На торги могли повлиять новости об испытаниях вакцин против коронавируса и соглашения о новых мирах стимулирования в ЕС. Более существенному росту котировок сырья мешают опасения повторного введения карантинных мер. Ранее европейские политики договорились о создании фонда объемом 750 миллиардов евро. Это повышает шансы на быстрое восстановление экономики. Пострадавшие регионы получат 390 миллиардов евро как безвозмедной гранты и 360 миллиардов в виде кредитов. Принятие новых пакетов стимулирующих мер улучшило настроение инвесторов и вызвало волну покупок на мировых торговых площадках. И в завершение официальный курс валют. По данным Насбанка доллар к этому часу стоит 413 тенге 7 тиинов. Евро 473 тенге 31 тиина. Рубль 5 тенге 84 тиина. Арастан, на этом у меня все. Да, 750 миллиардов евро действительно могут восстановить или частично восстановить экономику. Спасибо, Камила Тоснабекова, вы вас делали новостями. Ну а мы встретимся сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Евросоюз запустил проект по оказанию помощи под названием COVID-19 в странах Центральной Азии. Меры реагирования на кризис. Бюджет двухлетней программы 3 миллиона евро или полтора миллиарда тенге. Как отмечают в представительстве ЕС в Казахстане, основной пакет помощи получит наша страна. Программа призвана помочь смягчить последствия пандемии и обеспечить устойчивое развитие национальных систем здравоохранения стран региона. Вспышка пандемии COVID-19 наглядно показала, насколько уязвимы наши национальные системы здравоохранения и как важно пересмотреть наш подход к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения. Именно поэтому в рамках этой программы, наряду с предоставлением необходимых сегодня основных медикаментов и оборудования, будет также оказана помощь лабораториям и больницам с тем, чтобы они были лучше подготовлены к борьбе с подобной пандемией в будущем. Программа включает три этапа. На первом помогут тому, кто нуждается в срочной помощи. Когда пик пандемии будет пройден, основное внимание уделят восстановлению и подготовке к возможной второй волне. На третьем этапе помогут создать и поддерживать устойчивые, эффективные и прочные системы здравоохранения. Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом. Число зараженных приближается к 15 миллионам. Летальных исходов с начала пандемии больше 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. По числу зараженных по-прежнему лидирует США. Там насчитывается почти 4 миллиона инфицированных. Но реальное число заболевших COVID-19 в Америке может в несколько раз превышать официальную статистику. Об этом сообщают специалисты Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний. Исследователи центра протестировали на наличие коронавируса и антител к нему людей, у которых не было подозрений на заболевание. У многих из них был выявлен вирус. Поэтому эксперты пришли к выводу, что в некоторых штатах число больных может быть в 13 раз больше, чем указано в официальной статистике. Так, в штате Миссури в мае было зафиксировано 13 тысяч случаев заражения COVID-19. В то время как специалисты центра насчитали вплоть до 170 тысяч больных. К слову, в американских изданиях неоднократно появлялись сообщения с обвинениями других стран в занижении количества случаев заражения коронавирусом в официальной статистике. Мы провели множество тестов на коронавирус. Ни одна страна не сделала столько испытаний, сколько сделали мы. Были использованы как экспресс-тесты, так и ПЦР. Благодаря проверкам мы сможем определить реальную картину и у скольких людей выработался иммунитет. В некоторых частях нашей страны дела обстоят очень хорошо, в других – похуже. К сожалению, ситуация, вероятно, ухудшится, прежде чем начнет улучшаться. Мне неприятно такое говорить, но таковы реалии. Две вакцины от коронавируса в США входят в финальную стадию клинических испытаний в этом месяце. Еще четыре на подходе. Об этом заявил журналистом Дональд Трамп. По его мнению, это рекордные сроки и к массовому производству препаратов нужно приступить сразу же после окончания испытаний и подтверждения препарата. Что же касается логистики и доставки спасительной сыворотки, добавил Трамп, этим будут заниматься военные и все к этому уже готово. Между тем, американская статистика по коронавирусу стремительно растет к отметке в 4 миллиона, это почти 142 тысячи человек не справились с этой болезнью. На сегодняшний день президент призывает граждан носить маски. Кстати, сам он признается, что тоже надевает ее в общественных местах, хотя, напомню, ранее делал это неохотно. У меня есть маска и я ношу ее. С этим нет никаких проблем. Используйте маску, особенно если сложно соблюдать дистанцию. Я тоже так делаю. Например, в лифте с людьми. Раньше наши эксперты считали ношение масок необязательным, но теперь и они думают иначе. Мы умоляем американцев избегать переполненных баров и других многолюдных мест. Ну, без скандалов, конечно же, не обошлись и американские исследования по созданию вакцины против COVID-19. Так, США обвинили двух китайских хакеров в попытке украсть данные. Это первое официальное обвинение, предъявленное за попытку похитить результаты по разработке вакцины. Напомню, что на прошлой неделе в подобной щекотливой ситуации оказалась и Россия. В достоверности ее научных испытаний засомневалась Британия. В Бразилии начнут тестировать вакцину от коронавируса на людях. Об этом заявили местные власти. Сообщается, что при испытаниях будет использоваться китайская вакцина, произведенная компанией Синовак. Лекарства будут одновременно проверять в 12 исследовательских центрах, расположенных по всей Бразилии, в течение 90 дней. Согласно заявлению губернатора Сан-Паулу, если испытания пройдут удачно, то уже к началу 2021 года в Бразилии будет произведено 120 миллионов доз вакцины для бесплатного пользования среди населения. Отмечу, всего в этой стране с начала пандемии подтверждено более 2 миллионов случаев COVID-19. Жертвами инфекции стали 80 тысяч человек. Если у нас все получится, вакцина будет произведена здесь, в Бразилии, к началу следующего года. Вакцина будет распространена среди всех бразильцев, а не только жителей Сан-Паулу. На 400% выросло число новых случаев COVID-19 в Испании через месяц после снятия ограничений. Такие данные предоставили в Минздраве. На данный момент в стране выявили свыше 200 вспышек коронавируса. Кроме того, за последние несколько недель число заболевших увеличилось в три раза. Непростая ситуация с коронавирусной инфекцией складывается в Каталонии и Арагоне. Местные власти просят жителей выходить из дома только по крайней необходимости и соблюдать все меры предосторожности. Кроме того, во многих автономиях Испании действует правило обязательного ношения масок как в помещениях, так и на улице. Отмечу, Испания является одной из самых пострадавших стран в Европе. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 265 тысяч человек. Больше 28 тысяч не смогли побороть болезнь. Я одна из тех подростков, которые понимают, что сейчас происходит, и это очень серьезно. Я считаю, что в основном виноваты мы, подростки, а также взрослые, потому что они не всегда думают о последствиях. Порой они делают то, что не является правильным в данной ситуации. В Американской Калифорнии пока что округа не пришли к единому мнению по поводу карантина. В одних снова закрывают бары и парикмахерские, в других же открыли пляжи. Правда, салоном красоты губернатор Гевин Ньюсом все же разрешил работать. Но с одним условием. Все манипуляции с волосами проводить строго в открытом пространстве. Местные стилисты, которых уже второй раз за два месяца лишают работы, долго не раздумывали и начали стричь горожан прямо на улице. Соорудили небольшую палатку перед зданием, кресла, маски и перчатки. Придраться не к чему. Клиенты в восторге, а предприниматели начали вновь зарабатывать. Большинство из нас не может позволить себе не работать, поэтому мы здесь. Делаем все возможное, чтобы не разориться. Мне нравится. Я бы хотел, чтобы так было всегда. Солнце светит, люди вокруг. Это просто прекрасно. На прошедших парламентских выборах в Сирии большинство голосов получило правящая партия арабского социалистического возрождения сирийского президента Башара Асада. Образованная на ее основе коалиция национальное единство займет 177 из 250 мест в парламенте. Всего же в голосовании участвовали больше 1600 кандидатов. Среди них почти 200 женщин. Явка на выборах составила свыше 30%. Депутатов избрали на 4 года. Отмечу состоявшиеся выборы в стране третьи с начала гражданской войны в 2011 году. Они проходили на территориях подконтрольных правительством в Дамаске. Это порядка 70% территории страны. Сирия более 9 лет охвачена военным конфликтом между режимом Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями. В результате военных действий погибли не менее 380 тысяч человек. Миллионы сирийцев, покинувшие страну, вынужденно не смогли принять участие в выборах. Заложники, находившиеся в захваченном автобусе в украинском Луцке, освобождены. Служба безопасности страны квалифицировала произошедшее как теракт. При себе у захватчика было оружие и взрывное устройство. Всего в транспорте находились 20 человек. Преступник потребовал связаться по мобильному телефону с президентом Владимиром Зеленским. В свою очередь украинский лидер выполнил требования нападавшего. После этого террорист начал отпускать заложников. Во время штурма мужчину задержали. Он был ранее дважды судим. Известно, что полиции мужчина представился Максимом Плохим. Позже же представители МВД заявили, что террориста зовут Максим Кривош. Во время разговора я попросил освободить заложников. Но у преступника были свои требования. Чтобы я выложил в соцсетях его видео. И я согласился. После этого террорист отпустил трех заложников. Беременную женщину, ребенка и бабушку. Для меня важна жизнь каждого человека. Никаких торжеств. Церемония вручения Нобелевской премии пройдет удаленно. Причина всем понятная. Пандемия коронавируса. К такому решению пришли в фонде Нобеля. Так решено отменить традиционный банкет в стокгольмской ратуше. Обычно на таком приеме в одном пространстве и закрытом помещении собирается больше тысячи ученых со всего мира. Поэтому цитата «проводить эти мероприятия было бы неразумно», подчеркнули в фонде. При этом в организации отметили, что церемония в любом случае состоится. Даже если никто из лауреатов не приедет. Мероприятие запланировано на 10 декабря в Осло и Стокгольме. Имена Нобелевских лауреатов определят с 5 по 12 октября. Астронавты НАСА вышли в открытый космос. Трансляцию можно было посмотреть на сайте национального управления. Это второй выход Криса Кэссиди и Боба Бенкина за последнюю неделю. Они оборудовали место для хранения робототехники и выполнили некоторые монтажные работы на МКС. В том числе и для установки нового шлюза. Для этого космонавтам понадобилось больше 6 часов. Правда, с первого раза справиться с задачей им не удалось. В скафандре Кэссиди произошел сбой в работе встроенного компьютерного дисплея. Центру управления полетами в Хьюстоне немедленно пришлось приостановить выход и перезагрузить систему скафандра. После чего земляне смогли продолжить свою работу. Уровень безработицы в Голливуде просто кошмарный. Лос-Анджелес превратился в город-призрак. Зал, в котором вручали премию «Оскар». Да и не только. Он сейчас на замке. Сотни тысяч людей, миллионной развлекательной аудитории индустрии оказались без возможности заработать. Об этом и не только в программе «Между строк». Россия, которая обычно зарабатывает на нефти и газе, впервые получила больше денег за счет экспорта золота. Почему возник золотой бум, объясняет австрийская газета «Пресса». Центральный банк и таможенная служба России опубликовали цифры, ставшие настоящей сенсацией. По данным за второй квартал этого года, в апреле и мае страна экспортировала 65,4 тонны золота, выручив за это 3,5 миллиарда долларов. Выручка от экспорта газа за тот же период составила 2 миллиарда 400 тысяч долларов. Конечно, свою роль сыграло и снижение курса рубля, но это лишь часть проблемы. Другая часть — сокращение экспорта газа в Европу и Китай на 17% из-за конъюнктуры рынка и погодных условий. При этом цена в среднем упала на 36%. Во втором квартале эта негативная тенденция лишь еще больше усилилась, пишет австрийская газета. В целом, по данным таможенной службы, экспорт российского газа сократился на 53% за первые 5 месяцев года. Экспорт нефти упал на треть. По оценке специалистов, бум-продаж золота может восполнить около 10% потерь. А подскочили продажи драгоценного металла благодаря Центробанку России, который с 1 апреля неожиданно отказался от закупок золота. Так что банки, у которых регулятор обычно покупает желтый металл, смогли экспортировать его без всяких ограничений. Главным покупателем российского золота до 80% является Великобритания, где находятся основные торговые площадки и хранилища. Сотни тысяч людей, которые живут в Лос-Анджелесе благодаря миллиардной развлекательной индустрии, теряют работу, сдаются и уезжают. Про кошмарный сон Голливуда пишет швейцарское издание Tagess Anzeiger. Лос-Анджелес превратился в город-призрак. Зал, в котором вручали премию «Оскар», закрыт. Театр, где записывают ночное ток-шоу с Джимми Киммелом, закрыт. На тротуарах бездомные. Обычно их прогоняют, чтобы сохранить блеск сверкающего мира. Теперь же они никому не мешают, ведь здесь никого нет. В настоящий момент уровень безработицы в США составляет около 11%. В районе Голливудского бульвара он достигает 20,5%. В начале года этот показатель был в пять раз ниже, говорится в статье. По оценке торговой палаты Голливуда, в сфере развлечений работает 650 тысяч людей, которые в общей сложности получают 58 миллиардов долларов в год. За последние пять месяцев работу потеряли более 150 тысяч человек. А так как аренда комнаты в Голливуде стоит недешево, в среднем 1800 долларов в месяц, это место безграничных надежд превратилось в постапокалиптический город, из которого многие уезжают. Завоевание древнего Египта могло быть восстанием иммигрантов, гласит заголовок издания Science. Примерно 3600 лет назад фараоны ненадолго утратили контроль над северной частью государства. Власть перешла в руки гексосов, выходцев с территории между современной Сирией и Израилем. До недавнего времени гексосы считались чужестранными захватчиками. Однако археологи Бормундского университета, проведя анализ скелетов, дали альтернативную точку зрения. Гексосы были рожденные в Египте потомки иммигрантов, которые подняли бунт и захватили власть. Ученые почти не обнаружили в древней столице Аварисе следов боев и разрушений, без которых не обошлось бы, если бы в город нагрянули иностранные захватчики. Египтолог Орли Голдвассер из Еврейского университета в Иерусалиме считает, что большинство иммигрантов прибыли в Египет с миром. В одном из своих исследований она заключила, что они могли даже изобрести алфавит. Их приход к власти, по всей видимости, объясняется бессилием фараонов и неспособностью контролировать этот регион. Хотя гексосы владычествовали лишь век, они, похоже, оставили свой след в мировой культуре. Кому принадлежат лунные ресурсы? Разбирался Жюльен Марье, сотрудник французского космического агентства. Статья опубликована в издании Conversation. Активизация завоевания космоса вновь остро поднимает вопрос владения планетами и астероидами. Американская программа Artemis по возвращению человека на Луну к 2024 году предполагает, разведка Луны и Марса будет опираться на использование их природных ресурсов. При этом международное космическое право запрещает апроприацию небесных тел. Автор статьи задается вопросом, как соотносится добыча ресурсов и принцип невозможности владения небесными телами. Проблематика разработки космических природных ресурсов не стояла в эпоху договора о космосе. Его краткие формулировки не позволяют дать ответ на существующие в данный момент юридические вопросы, говорится в статье. Некоторые страны, например Люксембург и Объединенные Арабские Эмираты, идут по пути США и принимают законы, которые открыто допускают владение космическими ресурсами. Другие, в том числе Россия, выступают категорически против национальных инициатив по одностороннему регулированию подобной деятельности. ООН занялась рассмотрением вопроса в 2016 году, но пока что вся работа сводится к обмену мнениями между государствами, а специализированный комитет не располагает какими-либо полномочиями, которые бы позволили начать хоть какую-то деятельность по созданию нормативов. Вы смотрите утренний информационный выпуск, и вот что вы увидите далее. Легенды бокса возвращаются на ринг. Майк Тайсон и Рой Джонс ведут переговоры о боксерском поединке. Отказаться от торжества. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клоп и британская полиция просят фанатов не праздновать долгожданный трофей АПЛ. В Актубе горят машины. За неделю уже шесть случаев. Подпольную аптеку и процедурный кабинет закрыли в Туркестанской области. Об этих и других новостях в хронике происшествий. Крупный пожар в Туркестанской области в селе Атакент Махтарайского района горела квартира на первом этаже одного из многоэтажных домов. Серьезными ожогами в больницу госпитализированы два человека. По предварительной версии причина возгорания хлопок газа. Накануне владелец квартиры обновил отопительную систему, что, возможно, и привело к утечке газа. Детали пожара выясняются. Прошлая неделя выдалась очень жаркой, поэтому было зарегистрировано множество небольших и крупных пожаров. Всего за семь дней наши сотрудники совершили более сотни выездов. Лето обещает быть знойным, поэтому во избежание пожаров жителям следует максимально соблюдать технику безопасности. В Актубе горят машины. Всего за неделю шесть случаев. В сообщении в дежурную часть о возгорании еще одного автомобиля на пересечении улиц Батыра и Молдогуловой поступило накануне. Причины возгорания выясняются. Антибиотики на 7 миллионов тенге незаконно пытался реализовать житель Алматинской области. Сотрудники областного департамента экономических расследований обнаружили в салоне его автомашины 10 коробок азитромицина без документов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Незаконный процедурный кабинет и подпольную аптеку открыла у себя дома жительница Килецкого района Туркестанской области. Женщина оказывала пациентам медуслуги, не имея на той лицензии, и торговала лекарствами по завышенным ценам. Последних полицейские изъяли более 300 упаковок 28 наименований. Всего в Туркестанской области выявлено 25 фактов незаконной реализации медикаментов и изъято около 2000 различных лекарственных препаратов. У жительницы Килецкого района отсутствовало разрешение на осуществление медицинской деятельности, а ее помещение не соответствовало санитарным нормам. Собранные материалы по данному факту направлены в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующего решения. Необычную операцию провели спасатели Шимкента. За помощью к ним обратилась жительница Каратаусского района. Ее корова упала в яму во дворе дома. Чтобы вызволить животное, потребовалось 7 спасателей и спецтехника. Вытащить корову удалось только через полтора часа. В этом году 54 общественных пространства столицы приведут в порядок. Некоторые такие, как на проспекте Республики и у Триатлон парка, уже могут радовать людей. Мой коллега Марк Брюшко проверил, как идут работы по благоустройству. Парк в микрорайоне Старый Заречный. Рядом фонд первого президента. Бизнес-центры, элитные жилые комплексы. А внутри зоны для отдыха. Запустение. Из-под плитки пучками пробиваются сорняки. Местами отсутствует брусчатка. Грязь не пройти. Только что вы могли видеть, как это место, где я сейчас нахожусь, выглядело год назад. В эфир вышел мой сюжет о плохом состоянии столичных парков 21 августа 2019 года. А сейчас, вот за моей спиной даже видно, еще ведутся работы. Здесь полностью перестроили эту площадь. Установили вот такие удобные, можно сказать, аттракционные. Получается, это качели. Немного переделали фонтан. Теперь он будет немного в другой форме. Вырвали все сорняки. Как мы поняли, переложили плитку. Ну и продолжают здесь благоустраивать территорию для того, чтобы горожане могли прийти сюда, те, кто живет на левом берегу, и отдохнуть после долгого рабочего дня. Однако есть то, что нас насторожило. Это сама широкая площадь, на которой нет ни одного дерева, которое в жаркий день могло бы укрыть отдыхающих в тени. Несложно догадаться, что в жару брусчатка здесь будет сильно нагреваться. Не принесет ли это неудобств отдыхающим, мы спросили у урбаниста Адели Нурмакова. Как правило, применяются светлые тона, она отражает много света, особенно если света много, да, солнечного, вот, и не охлаждает поверхность в достаточной степени. Обычно советуют использовать более естественное покрытие, да, то есть это, ну, желательно озелененное, то есть газоны, там, трава. Но для этого нужно продумывать полив. Там будет очень много насаждений зеленых высаженных. Дальше этот парк будет соединяться с руслом набережной реки, то есть общая связь будет. Вот только деревья за один год не вырастают. А вот где их на самом деле много, так это на городских окраинах. К примеру, тут, на улице Дусмухамедулы. Во дворах и за их периметром много пустых участков земли, которые почему-то не используют ни под парковки, ни под зоны для отдыха. Тем не менее, местные жители продолжают ждать хоть какого-то благоустройства. Своими силами им не справятся. Что бы вы хотели здесь видеть? Ну, мы хотим видеть, чтобы хорошо жили люди. Хорошо, чтобы отдохнули вечером. Хотелось бы, чтобы по фонтанам какие-нибудь были, скамейки, чтобы было тут приятно ходить очень. А то тут вообще давно очень ничего не меняли. По словам главы столичного центра урбанистики, люди могут обратиться в районный Акимат, если хотят, чтобы их дворы привели в порядок. В дальнейшем они план закупок, уже план бюджета формируют на следующий год, на этот год. И, соответственно, программы могут включить данные участки. Пожалуй, самым удачным у столичных властей получилось пространство с кафетерием и стритбольной площадкой. Недавно оно появилось под мостом у Триатлон-парка. Мне кажется, что это очень прекрасный пример то, что называется ревитализации места, которое находилось в удручающем состоянии. И очень важной составляющей здесь является то, чего раньше мы не всегда видели. В этом году 54 общественных пространства столицы приведут в порядок. Один из самых интересных проектов сейчас ждет воплощение на улице Омарова. У ее жителей появится собственный арбат, арт-инсталляции и фонтаны с игровыми элементами для детей. Марк Брюшко, Иржан Рахмамбердеев, Аят Дусимбаев, Хабар, 24. К этому видео все. Берегите себя. До встречи.